А что делать, если ваш питомец попал в западню? Рыбы часто попадают в шливную шахту и их надо как-то доставать. Сейчас я вам покажу, как это быстренько можно сделать, не повредив ни рыбу, ни чего из оборудования. Так, прежде всего мы отключаем насос, который подает воду наверх. Включили. Сработает сейчас пенник. Мы его тоже отключим от перелива. Так. Все, шахта пошла осушиваться. Сейчас мы осушим шахту практически до конца. И достанем нашего бедолагу. Так. Вот такая шахта. Немножко осталось воды. Для чего мы все делали? Для того, чтобы можно было так раз трубу снять. Так, одну трубу сняли. Это как раз возвратная. Для этого отключали мы насос. И возврат. Снимаем и куда-нибудь его подпрячиваем. Подпрячиваем. Блин. Не лезет. Не лезет. Не лезет. Не лезет. Ну. И как бы фиг с ним. Вот теперь шахта пустая у нас. Берем сачечек. Вон он наш бедолага. Друг мой. Которого жена выгнала. Поэтому он туда у нас и нырнул. Так. Аккуратненько. Вот он наш дружище. Который сейчас отправится в дом свой любимый. Вот они. Сейчас начнут по ходу бои. Заново. История такова, что клоун один, второго немножко подолбил. И тот в какой-то момент улетел в переливную шахту. Ну. А дальше все. Клоун выловлен. Собираем все как есть и запускаем. Систему. Дальше работать. Надеюсь подружатся они теперь. Так-то вроде не сказать, что дерутся. Жирненькие, толстенькие, упитанные братья. Жирненькие, толстенькие, толстенькие, толстенькие. Жирненькие. Продолжение следует...